Давайте начнем. Сегодня мы познакомимся с большинством известных сверточных сетей, которые используются как на практике, так и в соревнованиях. Также узнаем про разные задачи. Связанные с изображениями. Начнем с напоминания. Одним из основных двигателей для развития нейронных сетей для изображений было соревнование ImageNet. Если я не ошибаюсь, вам про него рассказывал Даниил. В общем, в нем по миллиону изображений нужно было научиться определять объекты из тысячи классов. Задачи было более-менее две. Задача классификации и задача детекции. Вот примеры картинок из соревнований. От участника соревнований требовалось определить основной класс. стоит отметить, что во время запуска этих соревнований нейронные сети еще не успели набрать большую популярность. И основное количество решений использовало классические методы. На каких методах классические можно использовать? Также на ректоре занимались изображения? Да, можно было действительно использовать такие вещи. Но они, конечно, ни к чему хорошему, как вы могли видеть, не приводили. Но есть целый большой стэк классических алгоритмов работы с картинками. Это определение разных границ, всевозможные фильтры, ручные фильтры детекции и так далее. Все они позволяют получать довольно хорошие результаты для конкретных задач. Например, для определения лиц есть так называемые каскады ХААРа. Они прямо хорошо определяют область с лицом. Однако в 2012 году впервые удалось, с одной стороны, применить современные алгоритмы нейронных сетей, с другой стороны, удалось заставить их хорошо работать на этом конкурсе. И, как видно из графика ошибки на классификации, переход от классических алгоритмов к глубоким достаточно заметен. Вот тот же самый график, только приближенный уже в эру глубоких сетей. Первая глубокая сеть, предложенная Яном Лекуном, выглядела вот так. И, в принципе, все остальные сети для классификации будут выглядеть очень похоже. У нас есть последовательность сверток и пулингов, а в конце полносвязные слои. Из-за того, что в те времена не было больших вычислительных мощностей, приходилось придумывать всевозможные ручные способы ускорения обучения. И, в принципе, за этой картинкой стоит еще много-много всяких костылей, которые позволили хоть как-то это обучить. Следующая важная сеть, так называемая AlexNet, фактически он был основой всех тех сетей, которые начали выигрывать на ImageNet. Концептуально он мало чем отличается от предыдущей картинки, Единственное отличие важное, и оно тоже связано с недостатком вычислительных мощностей, можно увидеть на картинке, что не все слои друг с другом связаны, последовательные. Мы чуть позже поймем, почему так. Еще здесь есть так называемый слой LocalContrastNorm. Это некий аналог батч-норма, про которую рассказывал Даниил. Но в итоговой сети, которая хорошо себя показала на соревновании, которая была выбрана командой, этот слой не использовался. Если выписать последовательно, то сеть выглядит вот так. То есть первые ствертки — это 96 стверток 11 на 11, потом 256 фильтров 5 на 5 и так далее. А заканчивается все тремя полносвязанными слоями. Кто-нибудь понимает, почему такую сеть очень тяжело обучить? За счет последних трех слоев уже набирается много-много коэффициентов. На самом деле и в первых слоях тоже довольно много коэффициентов. Вот, например, понятно ли, сколько коэффициентов нужно на первый слой? А входное слоями полносвязанными слоями? От 256 на 227 на 227. То есть у нас на входе действительно 227 на 227 на 3 переменных. То есть у нас на входе действительно 227 на 227 на 3 переменных. Свертка с ядром 11 на 11, который страйд равен 4. Их всего 96 штук. А сколько, какое преобразование канала в первой слой? Ну, то есть один из названий, если это размер гидра или это размер привода на канал? Это размер гидра. То есть для каждого канала применяется независимо. Ну, давайте ответим на более простой вопрос. Вот у нас изначальная картинка 227 на 227. Здесь свертка 11 на 11 со страйдом 4. Какого размера получаются картинки на выходе? Страйд означает, что мы… Страйд – это сдвиг нашего ядра по картинке. То есть если мы сдвигаемся на одну позицию, это страйд 1. Если сдвигаемся на 4 позиции за один шаг, то это страйд 4. Ну, порядка 50 на 50. 50 на 50 – это что? Ну, правильно. Ну, правильно, на самом деле 55 на 55. А общая формула такая, что вы вычитаете из этого размера… Вычитаете 11 и делите на страйд. Ещё единичку прибавляете к этому всему. Вот. Таким образом, у вас получается 55 на 55 и умноженное на 96. Это количество параметров в первом… при первой свёртке. Окей. Как я уже сказал, то, что сеть нарисована двумя строками, это не просто так, а это было связано с архитектурной реализацией на компьютере. И каждая из этих строк фактически обучалась на своём ГПУ. И почти все конволюции, они жили на своём ГПУ, и только последние включали уже общение между данными с двух разных ГПУ. Вот это позволило обучить сеть немножко быстрее. Окей. Следующая сеть, которая достаточно часто используется вплоть до наших времён на практике, это так называемая сеть ВГГ, то есть в честь группы, которая и занималась в Оксфорде, если я не ошибаюсь, это Vision Geometry Group. Они в год участия в соревновании представили целый набор сетей. Вот, собственно, каждый столбец в этой таблице отвечает соответствующей архитектуре. То есть, по сути, ничего не поменялось, кроме того, что сеть стала немножко глубже, вплоть до 19 слоёв, и теперь используются только свёртки 3х3. Вот всем ли понятно, что, например, свёртку 7х7 можно заменить последовательностью свёрток 3х3? А любую листью лёгкую 7х7 можно сделать? Говорят точно не совсем любую, но, грубо говоря, если у вас есть свёртка 7х7 и последовательность двух свёрток 3х3, тогда утверждается, что у этих свёрток так называемый рецептив филд будет одинаковым. То есть, точки здесь будет соответствовать такая же область, как точки здесь. но при этом, если вы ещё раз примените формулу, которая была написана, то убедитесь в том, что параметров для для последовательности свёрток 3х3 нужно меньше, чем для свёрток 7х7. Но при этом... И дополнительный плюс у вас появляется больше нелинейностей. Как мы могли видеть на первых семинарах, когда у вас почти всегда большой линейный слой проигрывает последовательности маленьких нелинейных. Таким образом получается монструозная сеть, которая, если я не ошибаюсь, обучалась порядка полугода. Но при этом она давала очень хороший результат на имиджнете. И до сих пор фильтры, которые получаются внутри этой сети, они до сих пор используются для разных приложений. Это мы увидим на следующих лекциях. Значит, следующая история. В принципе, все, кто пытался обучать что-то похожее на сеть ВГГ, они столкнулись с тем, что такую... что такую архитектуру обучать сложно, дорого. Есть много мест, где можно ошибиться. Есть много мест, где нужно очень чётко выбрать параметры. Скорее всего, вы и в домашнем задании могли увидеть, что часто даже в неглубоких сетях очень сложно подобрать правильные параметры. В случае с такими глубокими сетями, как ВГГ, и с таким количеством параметров, эти гиперпараметры подобрать ещё сложнее. и была такая статья Network in Network, которая предлагала, по сути, выкинуть полносвязные слои и заменить их так называемым Global Average Pulling. и дополнительно загнать полносвязный слой внутрь свёртки. То есть предлагалось внутри свёртки делать композицию обычной свёртки со свёртками один на один. Таким образом, обычная свёртка n на n превращалась в свёртку n на n, в которой параметры ещё дополнительно прогоняются через двусвязную сеть. Вопросы? Нет, мы внутрь свёртки вставляем... Ну, фактически, да. Фактически, внутрь свёртки вставляем свёртки один на один. То есть более-менее полносвязную сеть вставляем внутрь свёртки. Чтобы избавиться от полносвязных слоёв в конце, которые очень тяжёлые. Утверждается, что если мы каждый раз поддерживаем вот такие связи внутри свёрток, то в конце нам достаточно просто усреднить предсказания, и мы получим... Грубо говоря, так. Ну, то есть, если до этого мы получали из каждого свёрточного слоя фактически набор признаков, мы увидим на следующих лекциях, как эти признаки можно визуализировать, и как можно понимать, что за что отвечает. Но теперь мы эти признаки на каждом слое ещё друг с другом скрещиваем, ищем их наилучшую композицию. И это нас избавляет от того, чтобы искать эту композицию в самом конце. На самом деле, это была идея, и сами авторы этой статьи идеальных результатов не добились, но саму идею подхватили разработчики и исследователи из Майкрософта и из Гугла, и у них получились следующие сети. Google придумал следующую вещь. Они искали, как можно сделать фактически идеальный промежуточный свёрточный слой, то, что они назвали inception-блок, и он выглядел примерно следующим образом. изначально брались просто 3 на 3 конволюции, 5 на 5 конволюции и 1 на 1 конволюции. Всё это объединялось в одну большую картинку и прогонялось дальше через сеть. Уже такой подход давал хороший результат, но параметров получалось очень много. Поэтому они добавили всюду ещё по одной 1 на 1 конволюции, что позволило сильно уменьшить количество параметров. То есть фактически они используют эти свёртки 1 на 1 как в качестве операции, которая снижает количество параметров. они также называют вот эти операции узкими горлышками. всем понятно, как устроена свёртка 1 на 1. Но по сути N фильтров 1 на 1 нам позволяют сделать из исходной картинки картинку вида N на N. Таким образом мы просто понижаем размерность. И уже картинкам пониженной размерности применяем тяжёлые свёртки. И такая структура фактически дала возможность выкинуть почти все полносвязные слои в конце, оставить только один. Причём утверждается, что даже без него всё работает. Тоже благодаря average-пуллингу в самом конце. но он даёт ещё дополнительные очки соревнования. То есть такая сеть она сейчас у меня не записана, но если я не ошибаюсь, даже в своей глубокой реинкарнации она требует намного меньше параметров, чем ВГГ. Кажется чуть ли не на два порядка. соответственно её намного легче обучить. В реализации, которая использовалась в конкурсе, у них были ещё побочные классификаторы. Тут картинка неудачная, не совсем видно, но на самом деле у них сбоку было ещё вот здесь и здесь. у них были ещё маленькие классификаторы, через которые во время обучения также проходил градиент и по словам авторов это использовалось как дополнительной регулиризации. Вопросы про архитектуру? Ну, что такое свёртка N на N? Это что такое? Ну, просто проходим с ахожек и сумью по крестности. Ну, правильно. Я просто сказал, что вот у нас возьмём типа N фильтров по 1 на 1 и получим изображение Ну, да, давайте посмотрим, что происходит. Вот у нас есть картинка. так Да, но мы можем выбрать какой-нибудь страйд, например, страйд 4. Таким образом сожмём картинку. То есть, грубо говоря, мы получаем небольшое ухудшение качества. Ну, на самом деле это просто та же свёртка. Просто очень локальная. То есть, если обычно наша свёртка использует много пикселей вокруг, то это использует меньше. Так, к этому мы вернёмся. Альтернативная идея... Да, конечно. А, вот. Вместе с такой огромной сетью обучались ещё сети поменьше. а именно в несколько мест, кажется, в два втыкались дополнительные классификаторы. То есть, кажется, куда-то посрединку, посрединке и вот где-то ближе к концу. То есть, ещё один выход... добавлялись дополнительные выходы полносвязные. И во время обучения их предсказание усреднялось. То есть, градиент отсюда шёл... То есть, понятно, как шёл градиент в каком месте. Здесь он шёл вот так, с конца шёл с конца в начало. То есть, на самом деле, уже после конкурса стало понятно, что они вот эти дополнительные классификаторы толком ничего не дают. Но изначально предполагалось, что они дадут регулиризирующие свойства. Окей. Вот. Альтернативная идея была от Майкрософта в сети ResNet. Собственно, давайте сделаем такой мысленный эксперимент. Или вы даже можете сейчас взять и запустить первую домашку или вторую. То есть, возьмём 20-слойный персептрон и возьмём 56-ти. И ничего не меняя, запустим обучаться их на одних и тех же данных. Тогда, как можно увидеть, ошибка на глубокой сети будет медленнее падать и даже если сойдётся, то к худшему решению. и дело точно не в переобучении, потому что у вас намного больше. С одной стороны, намного больше параметров, которые вы можете обучить, а с другой стороны, у вас есть очевидное решение, как 56-слойной сети быть не хуже 20-ти. Что она из себя должна представлять? Ну да, ну или как-нибудь наоборот. И идея сети ResNet ровно в следующем. Дать сети возможность в каких-то местах пропускать очередной слой. То есть добавить так называемый residual блок. таким образом в каком-то смысле сеть сама сможет регулировать свою глубину во время обучения. А как определяется, какие блоки будут пропущены и куда быть? Никак не определяется. Мы просто после каждого блока считаем вместо f от x, вместо сверточного слоя, считаем f от x плюс x, где x это сигнал, который пришел. Таким образом, уже во время обучения часть градиента пойдет по простому пути, часть по сложному. И в зависимости от сложности примеров и от того, что дает больше профит, сеть сама поймет, какие коэффициенты нужно поставить. И такая идея дает возможность обучать очень глубокие сети вплоть до глубины 152, а на самом деле чуть позже те же самые авторы обучили сеть глубины более тысячи. И вот эта картинка не повторяется, то есть более глубокая сеть получает лучший результат. На этом авторы не остановились, они взяли идею из инцепшена, а именно добавили вот в эти глубокие слои добавили еще и понижение размерности с помощью сверток один на один. Подводя итог, описание разных сетей можно посмотреть на то, как они вели себя на соревнованиях. То есть слева просто на левом графике просто нарисована точность для разных архитектур, а справа нарисована точность по оси по оси по оси X количество операций. То есть можно видеть, что по крайней мере в рамках вот этих моделей лучше всего себя показывает последняя версия инцепшена, то есть гугл гуглнета, но разница уже совсем не такая драматическая, как между первой сверточной сетью и последующей. Вот еще здесь есть несколько графиков про скорость обучения и про количество памяти нужной для обучения каждой сети. Что здесь можно увидеть, то, что сети, которые выигрывают, они не обязательно используют больше памяти. Следующая часть будет посвящена тому, как эти сети можно применять в соревновании Kaggle, а именно будет рассказано про соревнования, на котором нужно было классифицировать планктон разный и как можно было использовать сеть ВГГ для этого. то есть были вот такие картинки. Что предлагалось сделать? Предлагалось взять предобученную сеть ВГГ, которая в соответствующий год побеждала на имиджнете, выкинуть у нее полносвязные слои и дообучить на новых данных. Важно отметить, что как всегда чуть ли не 50% успеха это правильно обработать данные и команда делала много аугментации, то есть они сильно увеличивали выборку. Конкретное преобразование можно увидеть в списке. Вот примеры того, что происходило с данными и еще использовалось использовался так называемый cyclic пулинг. Мы фактически подавали не саму картинку в свертке и пулинге, а все ее образы при поворотах. Дополнительно они по крайней мере для своей архитектуры рекомендовали использовать relu, рекомендовали в последних слоях добавлять новые признаки не сверточные и собственно использовать не обучать не с нуля, а использовать transfer learning. Поэтому какие-то вопросы? А о чем предобучали? Они сами не предобучали, а просто, как я сказал, брали уже предобученную модель на имиджнете, которую за них предобучила команда, которая победила в соответствующем году. То есть они взяли вот эту сеть VGG, по которой я рассказывал, которая была уже готовый классификатор для работы с имиджнет. И наконец последняя часть сегодняшней лекции я расскажу про несколько архитектур, которые применяются не для задач классификации, а для соответственно задач сегментации, локализации и детекции. Собственно, первая задача это задача семантической сегментации. Собственно, что от нас требуется? От нас требуется про каждый пиксель сказать, к какой категории он относится. сегментации. Ну и самый такой топорный подход это взять каждый пиксель, окружить его небольшим квадратиком и загнать в тот же самый VGG, посмотреть, какое предсказание она выдаст. Такой подход вполне себе работает, но он очень медленный. хочется получить что-то быстрее. Можно, что первое приходит на ум после сегодняшней лекции, это обучить сверточную сеть. Но если обучать абы какую сверточную сеть, то получится много-много коэффициентов, так как нам на выходе надо иметь целую картинку, а не набор классов. И мы просто не сможем это обучить. И идея сначала снизить размерность как можно больше, а потом из полученного вектора пытаться сделать новую картинку. То есть решение, которое предлагают авторы статьи, как она кажется называется Deconvolution Networks for Semantic Segmentation или что-то в этом роде. И они предлагают как раз обучить что-то вроде автоэнкодера, у которого энкодер это просто сверточная сеть а-ля VGG, а Decoder это конволюционная сеть. То есть у вас все свертки заменены на транспонированные съемки, свертки, то, что рассказывал Даниил, а все пулинги заменены на то, что называется unpulling. то есть Даниил рассказывал про то, что такое unpulling? Ну, я просто повторю, что когда мы делаем пулинг, например, max-pulling мы выбираем просто максимум, а здесь предлагается еще и запомнить место, в котором максимум находился, и когда мы делаем обратное преобразование, все остальное занулять, а конкретно это место менять на максимум, то есть менять на вот это значение. следующая задача это задача поиска одного объекта и его классификации, то есть нужно найти bounding box, в котором находится объект и сказать, что это за объект. опять же можно решать это скользящим окном, но это медленно и печально, а можно решить фактически мультизадачу, а именно решать на лету и как классификацию, так и регрессию, с помощью регрессии определять стороны квадрата, в которых находится объект, а с помощью классификации понимать, что это за объект. И в качестве оптимизированной метрики использовать просто сумму метрик, метрики регрессии и метрики классификации. то есть предлагается пропускать всю картинку через сверточную сеть тот же самый VGG и в конце решать с одной стороны задачу регрессии поиска вершин квадрата, а с другой стороны как в том же самом VGG с помощью полносвязных слоев определять класс. Такая штука работает, причем можно использовать как общие полносвязные слои, так и разные, и так и так можно получать хорошие результаты. Третья задача это задача детекции. У нас теперь много разных образов, и мы хотим находить квадраты, в которых эти образы находятся. Для этого есть аналог для того, чтобы понимать насколько хорошо наше решение, есть аналог имиджнета, который называется PascalWalk. Там много таких картинок, на некоторых по одному объекту, на некоторых много-много объектов, как можно видеть здесь. Часто они почти все размечены квадратами, и нам нужно эти квадраты создать. Собственно, здесь похожий график качества на то, что мы видели в начале лекции, то есть то, что было до сверточных сетей, и то, что стало после. Но надо отметить, что с помощью классических методов таки удавалось добиваться хороших результатов. Как в общем случае решать задачу детектирования? Один способ это регрессия, как мы делали в случае одного объекта. объекта. Но тут возникает проблема, что мы никогда не знаем сколько объектов на картинке. То есть если бы нам нужно было найти фиксированное количество, мы бы просто завели под каждый объект свой прямоугольник, и вот такой большой вектор мы бы пытались минимизировать. объекты даже если допустить, что мы знаем сколько объектов, если объектов прям совсем много, то нам сложно это выучить. Нам нужно очень много весов. И другой подход это классификация. то есть мы каким-то образом находим области, в которых может быть картинка, и пытаемся классифицировать. Если классифицировать получилось, то мы выиграли. Если не получилось, то мы пытаемся еще каким-то образом найти область. Собственно области можно искать тем же скользящим окном. То есть мы перебираем все всевозможные окна и классифицируем. Но это медленно и печально. Чтобы есть достаточно много способов выделить области, которые скорее содержат объекты, чем остальные, которые не связаны с глубокими сетями. Вот тут приведено несколько статей, в которых эти методы описаны, они либо связаны с графами, либо связаны с градиентами изображений. То есть фактически выделяются области в каком-то смысле связаны и они отделяются от не связанных с ними областей. И уже после этого полученной области можно скормить классификатором. так например работает сеть RCNN. То есть берутся все области, все выделенные области, в которых скорее всего что-то есть. Они пропускаются через сверточную сеть и мы пытаемся классифицировать что там находится. К сожалению такой подход все еще слишком долгий и часто мы не можем хорошо выделить предсказания областей есть способы это все ускорить они более-менее приводят к тому что мы все пропускаем через одну полносвязную сеть через одну сверточную сеть и они описаны в этих статьях. Ну и наконец чем отличается вернемся сюда чем отличается семантическая сегментация от instance segmentation всем понятно чем отличаются две задачи первая задача и последняя чем они отличаются друг от друга если первая задача мы хотим для каждого пикселя сказать к какому объекту он относится то в последней задаче мы хотим для каждого объекта указать где он находится то есть что добавляется добавляется то что мы смотрим на появление то есть мы уже допускаем что один объект может появиться несколько раз в картинке то есть если бы если в изначальном случае мы бы это все закрасили одним цветом здесь мы должны сказать что вот это одна собака а это совсем другая собака ну и соответственно методы которые подходят для первой задачи они для последней совсем не факт что подойдут то есть нам нужно хорошо уметь определять отделять образы одного класса самого от себя но фактически нам подходит такая же архитектура как для задачи детекции то есть мы каким-то образом ищем возможно подходящие нам области в которых может находиться образ и предсказываем в этих областях метку класса и потом выделяем лучшие пары вида область класс класса и класса . Продолжение следует...